Рассчитайтесь за проезд. Насколько планируют поднять цену в общественном транспорте Барнаула? За труды. Кто из лучших работников сельского хозяйства получит сегодня ключи от автомобиля? И чтец, и жнец молодые профессионалы соревнуются в крае в своих умениях. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В Барнауле сегодня утром трамвай протаранил 17 машин. Массовое ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Советской Армии. Видео разместили очевидцы на сайте инцидента Барнаула. Здесь же высказывают версии о том, что, возможно, у трамвая отказали тормоза. Однако точной причины пока не называют. Она станет известна только после специальной экспертизы. Пострадавших нет, как сообщили сотрудники ГИБДД. В этом месте машинам разрешено ехать по трамвайным путям, поэтому и пострадало так много автомобилей. Движение с 9 утра в районе ДТП было сильно затруднено. На месте происшествия работали регулировщики. Повысят ли тарифы в общественном транспорте краевой столицы, тем временем решают сегодня в администрации города. Напомним, автоперевозчики уже не первый месяц просят барнаульские власти увеличить плату за проезд, аргументируя повышением стоимости топлива, изношенным автопарком и нехваткой кадров из-за низкой зарплаты. Их просьба повысить стоимость проезда в автобусах большой вместимости до 23 рублей, в трамваях и троллейбусах до 21, в маршрутном такси до 25 рублей. С предложением перевозчики обратились еще весной, но решение власти долго откладывали, ссылаясь на социальную значимость вопроса. Каким результат будет сегодня, мы расскажем в вечернем выпуске. А вот увеличение рейсов общественного транспорта в самом густонаселенном спальном районе Барнаула пока не произойдет. Об этом сегодня заявили в мэрии. Речь идет о 65 маршруте. Напомним, к перевозчику в последнее время было предъявлено немало претензий. Жители отдаленных кварталов жаловались на то, что утром и в час пик трудно дождаться газель, а попасть в нее, пробившись через толпу, и вовсе нереально. В комитете по транспорту и связи Барнаула нам пояснили, 65 маршрут на конкурсной основе достался перевозчику Евгению Ярышову. У предпринимателя нет нарушений, что в итоге конкурса нужно было отменять. При этом власти города не отрицают, что автобусов и водителей действительно не хватает, но расширять штат сотрудников и увеличивать подвижной состав пока не планируют. Перевозчику выданное свидетельство на право осуществления перевозок на 16 единиц транспорта. В будние и 12 выходные дни. В ближайшей перспективе увеличение подвижного состава на 65 маршруте не рассматривается в связи с отсутствием у перевозчика возможностей. 21 автомобиль и 4 трактора отправились сегодня в районы края. Профессиональный праздник отмечают комбайнеры, механизаторы, животноводы. Одним словом, работники сельского хозяйства. В Краевом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, на котором были озвучены достижения в аграрной отрасли за минувший год. Кроме того, награды разного уровня, медали и нагрудные знаки вручили лучшим работникам сферы. И сегодня же назвали имена победителей Краевого конкурса АПК. Кому из участников достался главный приз – автомобиль? И каков размер губернаторской премии за верность профессии? Об этом не только расскажем в вечернем выпуске наших новостей. Сегодня второй день работы регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Участие принимают более 300 ребят из Алтайского края, Краснодарского, Иркутской и Новосибирской областей, Республики Алтай и Казахстана. 34 номинации, вот лишь некоторые – графический дизайн, ювелирное дело, флористика. Этот чемпионат уже третий, и он является продолжением международного движения WorldSkills, главная цель которого – подготовка квалифицированных кадров в различных отраслях. Чемпионат «Молодые профессионалы» проходит на протяжении пяти дней, итоги подведут в ближайшую субботу. А сегодня в Крае выберут лучшую молодую семью. За звание «Лучший» поборются шесть семей из Славгорода и Ярового, Баевского, Табунского, Троицкого и Новичихинского районов. Участники представят визитную карточку и творческий номер. Также им предстоит интеллектуальное испытание, набравшие наибольшее количество баллов, станут самой лучшей молодой семьей 2018 года. Также выберут самых творческих, активных, спортивных, талантливых и дружных. 13 на двоих, столько шайб набрали, набросали в ворота друг друга хоккеисты юниора из Кургана и Барнаульского Алтая. Правда, дружина Евгения Бакланова все же забросила на три больше. Результат встреч получается 8-5 в пользу Алтая. Юниоры из Кургана сейчас одни из ближайших преследователей наших земляков. Дело в том, что Барнаульцы занимают шестую строчку, хозяева льда – седьмую. В то же время у красно-синих больше сыгранных матчей целых 4 встречи. Выходит, что ценность заработанных очков возрастает в разы. Через несколько часов все в том же Кургане. Запланирована вторая встреча между командами. После этого Алтая переедет в Орск, где их будет ждать аутсайдер лиги Южный Урал Металлург. И в завершении выпуска «Погода» спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае прогнозируют теплую погоду и снег. До минус 8 градусов обещают в Бийске, Олейске и Рубцовске. В Барнауле днем около 8 мороза. Снег и юго-западный умеренный ветер. Это все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok